Слово! Христианину! Аминь! Аминь! Христианину! Слава Иисусу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю! Самое великое звание – это христианин. Самое большое звание, самое почетное звание. И я благодарю Бога за то, что вот за балки пробуджения. Как можно поэта перефразировать? Так, Майковский, по-моему, писал. Я знаю, вот будет. Я знаю, саду цвист, когда... Такие люди! Мольбовы есть! Слава Богу! Да, и пусть Господь Бог благословит нас на самом деле. И он вже благословит. Мне так понравилось, да. Тем более, с такой дикцией четко, вже! Да, у меня так это прям все, прям аж... Как ужабило меня, правда. Уже! Вот так вот. Да, это четко было. Четко, ясно. Слава Богу! И я благодарю Бога за то, что снова с вами в городе Льва, из колена Иуды. А тот лев, который как рыкающий лев, это не настоящий лев. Я когда детям рассказываю, вот был одно время популярный фильм, этот король лев, мультфильм. Я говорю, смотрите, там был такой шрам такой, да? Он вроде шкура львиная, а душа шакала. У него и друзья такие были, знаете ли. Вот это дьявол, он как рыкающий лев, он не настоящий лев. Он вроде хочет показаться львом, настоящим королем каким-то, а на самом деле он одна лишь шкура львиная, а все, душа шакала. А настоящий король лев, это сам Иисус Христос, сам Спаситель. И был в Закарпатье в эти дни и проводил семинар, и как раз в тему вот того, что прозвучало сегодня и звучит в этом замечательном зале, знаете, в этом собрании святых, Господь сказал, у Матфея записано 16-18, в синодальном переводе говорится, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Хорошее такое утверждение, слово, которое Иисус сказал тогда, когда Он еще церковь вынашивал у себя под сердцем. Он еще не родил тогда церковь, Он был еще как беременная женщина, да, Он носил нас всех под сердцем своим. Роды наступили позже, на Голубовском кресте, в крови, в муках, в страданиях, Он рожал церковь свою. Он говорил, Иисус, что женщина, когда рождает, она рожает на церковь скорбь. Там буквально из греческого написано, что она как бы смотрит смерти в лицо, или как бы предсмертную агонию испытывает. А потом написано, не помнит этого от радости, потому что родился человек в этот мир. То есть эта радость, она заглушает всякую скорбь, всякую смерть побеждает. И уже тогда уже все, уже все новое. И вот Иисус сегодня смотрит с довольством, с большим удовольствием на то, что Он родил, на то, кого Он родил. Смотрит на нас, на тебя и на меня с большим удовольствием. Он очень доволен. И пусть... Вообще для отца, в Библии говорится, нет больше радости, чем видеть детей, проходящих в истине. Я вот как отец скажу это. Как отец шестерых детей. У нас... Бог нам дал троих мальчиков, троих девочек. И как вот отец шестерых детей скажу, что для отца и за свою жену скажу сразу, для матери так же абсолютно, для родителя нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. Видеть детей своих радость, но видеть детей своих, ходящих в истине, это удовольствие, это радость высшая. Слава Богу. Потому что даже если у родителя все есть, он этому не радуется, если дети не ходят в истине. Но даже если семья бедна, и даже если очень все скудно, но если дети ходят в истине, то дети, то родители довольны, они счастливы. И как вот в Грузии был я у нас там в церкви, в Руставе, реформаторской нашей православной церкви, и мне показывали как раз дом, один очень большой дом, знаете ли, и там живет семья. Мне сказали, мы не заехали к ним, мы проезжали мимо просто. И сказали, вот Зураб рассказывал, вот здесь живет семья одна, очень известная, очень богатая. Ну как бы в Грузии таких мало семей, таких богатых семей. Когда-то они были очень весьма богаты, но у них был один сын, лишь один сын, и они все у него вкладывали, и вырос он эгоистом, и знаете ли, потом трагически погиб, а перед тем он позорил семью, знаете ли, очень настолько, что родители постарели очень быстро из этого позора, а потом и скончался, погиб. И знаете ли, и вот мы проезжали, Зураб говорит, вот они самые богатые были, как этот вообще здесь, и вот у них огромный дом, машин, все-все, но они несчастные родители, потому что их сын погиб, они там... Но знаете ли, даже если бедные семьи, но если дети ходят в истине, это счастье. И вот для нашего небесного отца нет больше радости, чем детей своих, ходящих в истине. Он весьма богат, у него на самом деле ангелы, архангелы, серафимы, хирургимы, миллиарды, миллиарды, бесчисленное количество, как Ломонос писал там, открылась бездна, звезд, волна, звездам числа нет, бездне дна, все прекрасно, но... Дамы и господа, он хочет, чтобы дети его, рожденные им, ходили в истине, это самое прекрасное. И вот в том месте Писания, что сказал у Матфея 16-18, мне очень как раз там, в Закарпатии, в Мухачево, я как раз раскрывал, что буквальным значением, из греческого, там говорится, «Я создам церковь мою, и врата ада не устоят перед ней». Буквальный перевод текста именно такого, врата ада не устоят перед ней. И братья и сестры, дамы и господа, Господь создал церковь свою, как оружие победы, не оружие обороны, защиты. Он создал нас не для окопной войны, это смерти подобно. Он создал нас для победы. Я вот тоже пример приводил такой, во время Второй мировой, один из самых известных танков, Т-34. Советский танк, такой хит танкограда, вообще танкодрома. И этот танк, но история этого танка потрясающая, как иллюстрация очень хорошая. Были многие конструкторы, они работали над разными, ну, они сами придумывали разные танки. И вот Т-34 тоже была представлена. Она была самая худшая по всем параметрам. Ее забраковали. Комиссия не хотела ее рассматривать, этот проект. Потому что, потому что броня не божия. То есть, это просто, ну, кто знает историю войны, то Второй мировой, то немецкие тигры просто пробивали эти танки, ну, как бы, как лишь и то. То есть, пушка никакая, фактически. То есть, только лишь для, ну, попадания, как вот по Панду было говорил, бац-бац и мимо. Только лишь более-менее вблизи можно было что-то сделать. Пулемет никакой, фактически. То есть, ну, как бы, то есть, и вся конструкцию назвали ее братской могилой. То есть, одно попадание малейшее, и весь экипаж просто, ну, покойники. Выжить невозможно, фактически. Ему только в кино там спасались, а в реальной жизни очень мало кто спасался из этой братской могилы. То есть, как бы, а ну, почему бюро приняло именно, комиссия государственная, именно одобрило этот танк? Самое, ну, конечно, там, немаловажно было то, что он был весьма дешев, он был просто, ну, себе стоимость была копейки этого танка. Но в чем было его преимущество, что сделало его легендарным этот танк? Он был оружием победы. Конструктор сказал, что, хотя, да, сейчас мы драпом отступаем, но мы создаем оружие победы. Он весьма маневренный, ни один танк не смог с ним сравниться. По маневренности, по прыжкам, то есть, по проходимости. Но он очень весьма маневренный. Конечно, теряя движение, он становился могилой для всего экипажа, братской могилой. Это было просто страшно. Но, но, в движении он был непревзойденным мастером. Победы именно, прорыва. Удивительно, представьте, человек, который конструировал вот этот танк, он, видя, что по всем фронтам Красная Армия отступает, он верил, как бы, видя невидимое, верил в победу и делал оружие наступления. Не обороны, не защиты, а нападения. И знаете ли, и тех, что приняли этот танк, они не прогадали, потому что, на самом деле, вложили деньги именно в нужное. И вот Господь, создавая церковь свою, конструируя свою церковь, Он создал ее не для обороны, не для защиты. Не только по этому месту писания, и по другим текстам из писания, видно, что Бог создал нас, как оружие победы. Оружие движения, оружие победы. Как только христианин, он замирает, каким-то образом, по каким-то причинам, либо там что-то там закончилось, либо что-то там нарвался, либо что-то, не знаю, но он остановился в своем движении. Все, он попадает под просто-напросто расстрел. Наша защита в нападении, наша победа в нападении, и поэтому церковь свою, Господь создал как оружие победы, потому что он победитель. И в этой войне, не шуточной войне, в духовном сражении, каждый покаявшийся грешник, это еще одна пять земли, отвоеванную от царства тьмы, перешедшая в царство света. Каждый освобожден от бесов человек, каждый исцеленный от болезни человек, это еще одна как будто пять земли, отвоеванную от царства тьмы. И я так понимаю, чем больше этого движения, чем больше этого наступления, тем лучше. И не только тем, ради кого это наступление, не только ради самих этих людей. Сила Божья, Евангелие, сила Божья, не только для тех, кому мы благовествуем, но и для нас самих. Это спасение. Это обоюдр острый меч. Я так понимаю, рассуждаю, что если христианин, он долгое время, будучи возрожденным свыше человеком, но долгое время, он, допустим, ни за кого не молился уже, ни на кого руки не возлагал, он ни из кого бесов не изгонял, никого не исцелял, он приходит в упадочное состояние, он находится на линии огня под прицельным огнем противника, и спасти его, будем так говорить, экипаж, возможно, только лишь одним образом поставить на ход. Это там дать ему второе дыхание, движение. И я верю, что в церквях Господь даст возможность ремонт такой души, что ли, двигаться, движение необходимо. И вот это очень важно. Даже если там, ну да, ошибки делаем, все равно двигайтесь. Вот сегодня отец Михаил, можно сказать. Да, мы братья все, да. И Михаил очень правильно сказал и по поводу воскресения из мертвых. Но вы знаете ли, в моей жизни были случаи, да, воскрешения из мертвых, но, опять-таки, не все, далеко не все мертвые, за кого я молился, воскресали. Но, знаете ли, остановился ли я? То есть, я зарекся ли я после этого больше не молиться за воскрешение? Или, допустим, нет. Или, допустим, вот больные, за кого я молился, за исцеление их. Вот все они, прямо-таки, прямо на ходу, прямо так вот на глазах, прямо и исцелялись. Далеко не все. Но остановился ли я в том, чтобы, издалеко, чтобы все, больше не молюсь, все не получилось, раз-два, и все, но плюнул, как бы все, я больше не буду этим заниматься. Если я так помыслю, то горе мне. Горе мне, если я не благопествую. Горе мне, если я бесов не сгоняю. Горе мне, если я больных не исцеляю. Горе мне, если я не делаю работу Божью. Знаете ли, в армии, вот, ну, опять-таки, армейский пример, если солдаты не озадачены, если личный состав, он не озадачен, если они сами по себе всякой ерундой занимаются вообще, всякой глупостью. И в армии Христа то же самое. Если какие-то подразделения этой армии, если какие-то церкви, динаминации не выполняют работу Божью, а до них не доносят, во-первых, как правило, к сожалению, увы, ну, когда связь нарушена, это вообще трагедия для подразделений. Там команда уже туда, дистанцироваться, они все, стоят под огнем там и думают, что же им делать вообще дальше, как бы. Вот. А Бог уже говорит, двигайтесь туда уже. Поэтому задача, конечно, лидеров, вот, служителей, значит, ну, чтобы не быть слепыми, глухими, а чтобы действительно, как бы, знать, быть на связи, всегда корректировать любое подразделение. И любая община, два-три человека даже если, они как маленькое уже подразделение, армии Иисуса Христа, и дается разные задачи для этих подразделений. Но если армия не выполняет приказов, а их только обсуждают, рассуждают над этими приказами, как бы, ну, может быть, если бы, так как бы, я бы, может быть, даже и выполнил бы. Но, беда тогда, огромная беда. Я знаю, что самая большая беда даже нет противника, самая обидная беда от своего же начальства, от трибунала. Значит, потому что, потому что Господь, Он, если хочет, чтобы все не спаслись, задача Его очень, просто она грандиозная. Но если Бог против становится нас, то не дай Боже. И эта позиция самая несчастная для христианина вообще. Задача какая? Покориться Богу и противостать дьяволу. То есть, все очень просто. Все гениально и просто. И здесь все очень просто. Покориться Богу и противостать дьяволу. Мне очень печально бывает вспоминать даже такие моменты, когда не покорялся Богу или не противостоял дьяволу. Стыдно вспоминать такие моменты, но я хочу напомнить не то, чтобы попозориться, а чтобы сказать древназидание. Был случай, когда мы снимали квартиру в одном месте, потом переехали в другую квартиру, и там район был. Тоже много пенсионеров на лавочке сидело. И один дедушка, он так плохо видел, он слепенький такой, жил в том же подъезде, тоже на первом этаже, только окна его выходили во двор. И знаете ли, и я когда был два-три, да больше, наверное, но два-три раза это точно такие очень сильные пожелания подойти к нему и вот помолиться за него, благовествовать ему. Но каждый раз что-то вот, не знаю, то там с бабушками он сцепился, что-то, ну, вроде как, не до меня, сейчас, думаю, не до благовести, вроде как бы. То мне некогда было, я спешил, то еще что. Потом думаю, ну все, уже вроде надо его евангелизировать, дедушку этого. А, я еще проходил как-то, уже поздно было, а он так, почему-то окна были не закрыты у него. Он там, значит, смотрю, японочки у него, там лампадочки, он там, значит, там что-то крестится. Ну, он матерился, правда, на улице, но как бы, ну, он вроде старается что-то, как бы, значит, даже помолиться, как-то вижу. Надо ему тем более, думаю, о Христе рассказать. И вы знаете, потом его не стало, где он, сказали, ну, его увезли на лето в село. Ну, думаю, ну, ладно, дождусь таки, Господи, благослови, значит, я благовествовал ему. И потом осенью его не было уже. А потом спрашиваю, а где дедушка-то? А он там умер в селе, то есть его увезли в село там. Я не знаю, может быть, кто-то еще ему благовествовал, может, кто-то с ним помолился, я не знаю. Ну, а что, если это был последний, как бы, ну, для него, в его жизни последний шанс? А кто его знает? И как-то об этом, как подумал, так неприятно стало вообще, я так горько. И тем более, знаете ли, когда я не врач, но я стал понимать после таких происшествий, стал понимать вот тех врачей, которые переживают смерть пациентов, где-то понимая свою вину. Знаете ли, я разговаривал, как-то на исповеди была, я еще был традиционно священником, исповеди была, и там врач был на исповеди, и он признавал то, что он не мог признать пред людьми, но вот на исповеди признал, что, да, ему очень тяжело, что вина очень часто моя, именно как врача, значит, и вот в смерти пациентов. Вот, ну, по разным причинам он объяснял, но не слагает себе вину и чувствует эту вину, хочет ее исповедовать пред Богом. И знаете ли, вот, я тоже понимаю, что, когда христианин понимает свою вину, это очень печально. Конечно, Господь отрет всякую слезу, да, безусловно, всякую слезу отрет с наших очей, безусловно, я в это верю, и эти слезы тоже отрет, но хочется, чтобы этих слез было меньше. А если были слезы, то лишь от радости, чтобы слезы были, об исцелении людей, спасении людей, чтобы меньше было такого позора, знаете ли, вот, и таких много случаев, много случаев, когда вот, и было побуждение помолиться за человека, и я когда, знаете ли, если говорить о хорошем уже, как бы, хорошие примеры, в церкви у нас там в Киеве, когда я рассказывал о воскресенье, и одна сестра у нас, Света, она, значит, как раз пела тогда у нас, и она очень так загорелась, прям вот, ну, и как бы, я потом помолился, говорю, братья Иисус, давайте помолимся, вот, и пустил воскресенье, говорю, значит, нас верующих, она явится, этому миру, и, говорю, больных исцеляете, мертвых воскрешаете, и представляете, прямо на неделе, это было воскресенье, на неделе, у нее был, была возможность помолиться за воскрешение, вот просто, прямо в метро, прямо в метро, на работу спешила, и уже опаздывала, немного там замешкалась дома, что-то, и с детьми, и опаздывала уже на работу, и я, вот, уже прибежала, уже все, на платформу выбегаю, и мне нужно, как можно быстрее, сейчас, вот, выбежать из метро, сесть в маршрутку, и чтобы успеть на работу, и представляете, говорит, я, пытаюсь бежать, и не могу, люди, как будто бы, кто-то удерживает меня, просто, там на платформе, метро, внизу, и, вот, вижу такую историю, ситуацию, столпились люди, и, что-то обсуждают, и там, такие, знаете, это святошка, по-моему, метро, станция, или какая, ну, короче, там лавочки, лавочки были, и, прямо на лавочке, накрытой, белой, вот этой, простыней, человек лежал, и, уходили медики, вот, поднимались уже, по порожкам, уходили с этого места, а стоял милиционер на месте, как бы, ну, охранял тело, да, и, и там довольно громко обсуждали все это люди, значит, она так, святосделала вывод, что, значит, вот они ушли, и, значит, люди сказали, что ждут сейчас труповозку, ждут сейчас вот, то есть вызвали скорую, а скорая констатировала смерть, накрыли его этим, чем-то простыней, и ушли. И вот, и Свете, она, я как понимаю, мне нужно бежать на работу, там начальство очень строгое, и, понимая, что мне нужно помолиться сейчас здесь, вот, вот за этого человека, и как, и слава богу, Света не сплоховала, молодец, она, ну, она подошла сразу к милиционеру, товарищ милиционер, она, где эти милиционеры, так интересно, можно я помолюсь за него, он, молитесь, молитесь, он подумал, что она, может быть, с храма, может, там, знаете, псалтырь за упокой, там, он, он же не знал, что, за воскрешение, но, об этом был, тоже промо сел, она, так как милиционер попросила, стала молиться, вот, и, значит, я закрыл глаза, взяла его за руку, и говорит, молюсь, молюсь за воскрешение, и уже слышу, сзади там уже кричат, это какая-то там, ну, какие-то вещи там неправильные, какая-то сектантка, заберите ее отсюда, но милиционер уже раздал согласие, он уже не пускал их, значит, не давал помешать этой молитве, короче, слава богу, и, значит, и, короче, этот бомж ожил, и он, Света говорит, он прям так сильно схватил меня за руку, и что-то пытался сказать, я, как не понял, только одно разобрало, спасибо, 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 и так сильно, что, вот от труповозка, эти вот, как раз эти люди заходили уже в метро, значит, с носилками, все, забирать труп, вот, а он живой, значит, и, ну, короче, забрали его, все-таки забрали его, увезли, значит, этого бомжа, значит, и вот, да, и они еле расцепили его руку, то есть, она сама не могла даже отцепить его руку, так сильно схватил, такой силы, силы, и ей, спасибо, спасибо, и все, Света больше не видела ее, побежала на работу, опоздала, но новоначальство, как будто Бог закрыл, значит, даже и не поругали, хотя там очень строгие были, вот, и не поругали ничего, и, и потом она в церкви рассказывала этот случай, и говорит, я не знаю, что с этим бомжом, но говорит, но, видимо, для него шанс есть какое-то спасение, может быть, ну, понимаете, для человека, который все уже, все, финит ли о комедии, и вдруг, еще шанс, это благодать вообще, это особая благодать, особого рода благодать, счастливчик, может, у него мама была верующая, я не знаю, кто, поэтому бомж потом стал, раньше был обычным нормальным человеком, и вы знаете, друзья, и много других случаев тоже, Алексей Иванович наш, да, вот, тоже, еду, там, метро Харьковская, сейчас там вырлется метро, станция метро вырлется, значит, и, ехал по этой дороге, как раз, Бажана проспект, значит, и, и гаишники стоят, значит, и с мигалками, значит, все, значит, и машина там врезалась, в столб, но я, раз остановился тоже, и иду, значит, и, ну, спрашиваю этих милиционеров, что там, ну, они там, ну, жмурик, жмурик, ну, все, покойник, я, говорит, помолюсь, ну, молись, отец, молись, говорит, а, пошамань, пошамань отец, так сказали, пошамань отец, вот, а, говорит, я, не шаман, я, священник, я христианин, говорит, вот, значит, и стал молиться, а это молодой паренек, он сейчас стал молиться, молодой паренек, ну, прямо в столб, значит, и, ну, там, ну, очевидно, что все уже, да, и, милиционеры стояли одни, потому что медиков, медиков уже отъехали, тоже самое, за Турбовровский уже все, вот, что сделал Алексей Иванович, он стал молиться за этого пацана, молодого, и, я не помню всех слов, каким он, мы там, когда часто проезжаем, вот, он мне часто все время говорит, вот здесь вот место, где вот Бог воскресил, он говорит, дякую ему Богу, дякую ему Богу, вот, значит, за это место проезжаем всегда, я даже говорю, Алексей Иванович, вот, было бы здорово, если мы вот часто памятные знаки видим вдоль дороги, едем, допустим, да, и видим, вот здесь авария была, здесь там какая-то еще там ерунда случилась, христиане бы взяли, выставили там памятник, вот здесь Бог воскресил, там, как вот, здесь Бог исцелил, в этом доме там покаялся, там, то есть чтобы, ну, как бы, для веры, как бы, ну, как бы, ободрение, для покаяния, чего-то там, и прочее, и вот, ну, это место, мы все время проезжаем, и даже я теперь, даже без него еду, когда с кем-то, я все время там, говорю, дякую Богу, за вот это место, за вот здесь, чтобы Бог воскресил этого пацана, да, и когда приехали, вот эти тоже, уже медицинские, это вот за телом, а он уже, мальчик уже был жив, пацан был живой уже, а, и эти менты, они встали, они, Алексей Иванович, они вот такие, ну, как бы, лица на них нету, они видели жмурик, и все уже, что смех констатировали, они стояли там, просто, ну, смотрели за телом, и вот он что-то там помолился, и пацан живой, да, значит, его достали из машины, все, значит, там, конечно, там поломанный, все, но живой, представляете, его увезли не туда, не только по русски, как вот, в морг, а в реанимацию повезли, в больницу повезли, и тоже, Алексей Иванович, потом говорили, ну, вот такой человек, молодой человек, красивый, сильный, вот, и вот, вот смех там, вот так пыталась забрать его, прямо на ровном месте, знаете ли, а если бы Алексей Иванович там бы проехал бы, а если бы он проехал бы, ну, не мое дело, как бы, вроде как бы, Апостол, старый еще, Дювань там играет еще, еще 80-х годов фильм, Warner Bros., по-моему, снимал фильм этот, Апостол называется, но сам фильм там, как бы, снимали не совсем христиане, как бы, но там есть моменты, очень интересные такие, как бы, такие, назидательные, христианские, а начало этого фильма, просто, ну, не знаю, я люблю начало все время смотреть это, оно прямо душу как-то греет, показывают, значит, ну, там, пока пишут, всю жизнь, кратце этого человека, значит, как он с детства был в церкви, в собрании 50-ников, там он потом стал проповедником уже, вот вся жизнь проходит, как бы, пока пишут там еще, кто играет в этом фильме, но самый момент начинается сразу, уже он, уже пожилой человек, едет, мама, вообще, уже старушка, значит, и он едет за рулем, маму везет, и вот, вдруг раз, шерифы, полиция, на дороге, с миналками стоят, он, значит, притормозил, и идет, значит, идет и молится, идет и молится с Библией, идет и молится с Библией, значит, и подходит, а там парень молодой, за рулем, и девушка рядом с ним, и они врезались, короче, и оба в крови, и оба, ну, как бы, ну, лежат без памятства, и Бог закрывает шерифом, полиция, как глаза, потому что они, вот, о чем-то там говорят, а он прям идет, прям к ним, и берет за руку этого пацана, и молится, и говорит, ты еще здесь, и говорит, и показывает, у него слеза, такой пацанат, стекла, значит, и вот вдруг его, как бы, шериф, эти полиции, они как бы увидели его, проповедника, когда он уже помолился, амини уже все, и вот парень уже, уже стал дышать, значит, уже, вот, и он уходит уже потом, и говорит, все, я сделал свое дело, я все сделал уже, значит, идет к своей машине, и потом мама спрашивает, ну, что там, вот, ну, как бы, одна душа, Бог дал, еще одна душа, как бы, шанс спасения, как бы, вот сегодня, вот, да, ну, у меня вот, само начало фильма просто потрясает каждый раз, я потом особенно дальше не смотрю, потому что там не очень хорошие моменты дальше есть, но, вот, и вот скажу, что, благодать нам данное действует, когда мы не проходим мимо, это часто работает, знаете, как, вот, я по себе сужу, если, часто работает тогда, когда мы неравнодушны к проблемам других людей, когда мы равнодушны, замкнуты, тогда, как бы, свет в копеечку, и, как бы, лишь наши проблемы, они выпуклые, а на других, как бы, внимания не обращаешь, тогда эта благодать, как бы, она не работает, но когда начинаешь не только о себе, но и о других думать, да, и больше даже о других думать, и начинаешь о других думать лучше, чем о себе, тогда вообще происходит чудо. По крайней мере, вот я знаю в судьбах, не только в своей судьбе, других людей, многих верующих, так оно и происходило. В Киеве, когда тоже помогло на евангелизации, в метро, когда знаете ли, решился проповедовать метро, прям в вагоне метро, и не решался некоторое время, ездил от одной станции к другой, потом, знаете, когда мысль помогла мне открыть все-таки рот и начать благовествовать, мысль помогла такая, я подумал, а что если вот это для этих людей сегодня последний шанс вообще услышать вот слово Божье, ведь мы все под Богом ходим, может кто-то уже вечером уже будет уже все покойником, может кто-то уже вечером уже уйдет с этой земли, а вдруг я последняя сейчас возможность, у меня день свободный, и я взял те полудня специально, чтобы проповедовать метро, я молчу, уже сколько, там, час битый, я езжу оттуда, сюда, и стесняюсь, понимаете ли, открыть рот, езжу с Библией в руках, думаю, потом я думаю, зря я рясу одел, лучше бы без рясы, я бы протестанта покосил бы, значит, как бы, значит, ну, как бы, думаю, как-то, а то, то есть, всякие, знаете ли, мысли, сомнения, страхи, вот, значит, а вот когда подумал так, что, а что если для людей последний шанс, и когда помолился, и понял, что я буду говорить, я понял, что я буду говорить, и когда там уже идет метро, там, поезд метро идет не под землей уже, там, Днепро, по-моему, и дальше идет он до Ресовой, значит, и начал проповедовать, и, хотя поначалу было тоже, знаете ли, как будто мне просто перекрыли кислород, так жалобно получилось у меня, уважаемые пассажиры, знаете, как профессиональный нищий, а еще как назло, кто-то еще в карман полезет, батюшка, да, стоит, значит, посадим вагон, и так жалобно, я сам удивился, у меня получилось так, вообще-то, талант еще, думаю, пропадает, такой, да, я, значит, и я вообще так растерялся, и вообще, думаю, а еще в карман, когда полезли, думаю, вообще, думаю, позорище, и у меня все проповеди вылетели из головы, и я, значит, одно сказал, я человек верующий, а думаю, позор, думаю, я батюшка в рясе, утром признаюсь, что я верующий, думаю, вообще, короче, внимания-то я их не поймал, а что делать-то я их не знал, хватит провалить сквозь землю, я уже там стою уже, и, ну, внутри себя просто молю Бога, взываю, Господь, не посрами, мне бы хотя бы достаться, если мне подойдется, уже, уже, но, знаете ли, но, если мы просим Бога, Бог приходит на встречу всегда, вот, вот, я знаю, что, если мы просим Его, Он долго не томит нас, и дал идею, а идея прям потрясающая, вообще, ну, на миллион долларов пропустили, короче, про богачей, и про Лазаря, и я, давай говорить тут же, вот, про притчу Христа, о богачее Лазаре, и все дальше, как бы уже, по маслу уже шло, но я еще попросил, как бы у Бога, пару знамений, они исполнились буквально, знаете ли, Бог любит, когда мы вот даже вот, даже вот таким образом просим, какие-то знамения, я попросил, чтобы вот эти корабейники не ходили, которые все время перебивали меня, пару раз я хотел бы начинать, и они, опять там, продаем-то клей какой-то там, что-то еще, вроде не в тему, как бы, вот я их бизнес, вроде, мешаю людям, значит, и чтобы, по возможности, чтобы люди, как бы, вот, которые сейчас в вагоне, чтобы они, как бы, ну, не выходили, не заходили, то есть, как бы, ну, как бы собрание было, хотя бы, там, пару станций, чтобы я мог что-то донести, вот, и так и получилось, там, три-четыре станции, точно, может кто-то выходил, но я не замечал, что кто-то выходил, то есть, в принципе, вот те же самые люди и были, что туда смотрю, туда смотрю, проповедуем, потом помолились, молитвы покаяния, я там заберу глаза, наверное, больше с перепугу, потом открываю глаза, молюсь с ними, они тоже молятся, одно из самых красивых зрелищ, знаете, когда люди молятся, молитвы покаяния, я бы объяснял, что это не костел, конечно, это не храм, это не молитвный дом, но Бог и сейчас здесь в метро с нами, здесь среди нас, и начал говорить с ними, и молились вместе, и знаете, так же за исцеление, когда начинаешь, вот, я заметил так, по себе скажу, когда сострадание есть к человеку большое, какое-то переживание, происходит чудо, хотя иногда бывает наоборот, бывает, что не то чтобы все наплевать, но как-то, допустим, усталость берет свое, как бы, и уже, как бы, ничего такого сильного не чувствуешь, даже мурашки, то есть, вообще, то есть, никаких внешних переживаний нет, а происходит чудо, но есть, понимаете, не просто, как бы, убеждение, что ли, какое-то христианское, есть еще, вот такое, как бы, предубеждение, важно, с чем ты вообще живешь, как бы, с чем ты действуешь, и вера, действующая любовью, вот это есть самое сильное, в этом все, в этом все христианство, вера, действующая любовью, это сам Иисус Христос, ну, если описать его, да, житие, вера, действующая любовью, там, если описать апостолов, там, христиан настоящих всех, вот, каких можно себе представить, вообще, вспомнить в истории, это вера, действующая любовью, и сегодня у нас тоже, в нас верующих, то же самое, наше житие, да, во Христе, это вера, действующая любовью, пусть нас Бог благостает всех, и, братья и сестры, вот, поэтому, что, я лишь скажу то, что уже говорили, говорили было, и то, что есть уже даже, вам даже уже и пишут уже, все уже, вот, выборы, да, черпай силу, являй Христа, ну, в общем, ну, настолько все грамотно, четко и понятно, вот, но, конечно, за нас никто это не сделает, то есть, нашу работу мы должны сами решать, сами делать, вот, и дай Боже нам сострадание к людям, дай Боже нам, вот, любви к людям, и, Чарльз Перджин, по-моему, один из вот величайших проповедников, в 19 веке еще, он говорил так, это такой, ясно-то устый протестантского мира, он говорил так, что, ему проповедники многие говорили, о, вот, как бы, кризисе, как бы, проповеднического служения, как бы, вот, через, там, несколько лет, 3-4 года, обычно, как бы, уже не знаешь, о чем проповедовать, как бы, вроде, обо всем уже было говорено, как бы, за эти годы, и вот, Чарльз Перджин говорил такие слова, что говорит, не помню точно, но, примерно так, что-то, чтобы хотя бы одна минута, если была бы у тебя в аду, да, и одна минута в раю, то всю жизнь ты бы знал, о чем проповедовать, и как бы, и проповеднику будет, хотя бы, минуту ад увидеть, и минуту ранее увидеть, и всю жизнь будешь знать, о чем проповедовать людям, знаешь, брат, сестра, для каждого из нас, конечно, своя дорога, но, по большому счету, путь у нас один, Иисус Христос, дорога одна, Иисус Христос, просто мы идем, как бы, каждый, вот, ну, где-то в своем, как-то, отрезке, в своем поприще определенном, я, допустим, вот в Рясе, да, как православный реформатор, евангелист, благовестник, кто-то там, как протестант, кто-то, как католик, там, неважно, какой конфессии, мне, что нравится, вот такое собрание, я еще тогда, еще почерпнул, первый раз здесь побывав, не просто хорошая, вкусная пицца есть, хорошее собрание, потому что, невзирая на лица, невзирая на нелицеприятно, там, монашки сидят, нет проблем, православный батюшка, нет проблем, адвентист, католик, там, кто угодно вообще, потому что, во Христе, на самом деле, рушатся вот эти стереотипы человеческие, вот эти преграды эти, потому что, на самом деле, церковь Иисуса Христа, она одна, церковь Божья, она одна, и сам Господь, действительно, есть глава этой церкви, и основание этой церкви, и пусть Господь Бог, силу воскресения своего, Он явит в нас верующих, и через нас этому миру, да будет так, и благоставляя Львов, очень люблю город ваш, вот, пусть Львов будет прославлен, не просто памятниками своими, и костелами, храмами, не смочной просто кавой, и львийской, а чем? Иисусом Христом, именем Иисуса Христа, именем Господа нашего Спасителя, на самом деле, от настоящего льва, настоящего, не такого, которого там вроде как бы рыпающий лев, а вот настоящего, рыпнет, так рыпнет, знаете ли, мало не покажется, потому что вот это вот настоящий лев, это сам Иисус Христос, и пусть Бог благословит нас, аминь. Иисус Христос, Иисус Христос, Иисус Христос, М�ское добре, Иисус Христос, Вис apenas louis, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всегда славилось имя Иисуса И пусть еще более и более Будет прославляемо на всех улицах и площадях этого великого города Имя Господа Спасителя Иисуса Христа И пусть народы, Господь, приходят сюда Поклоняться тебе, Господь Божий Ощущать твою славу, Божий И нести твой огонь, Господь, веры, пробуждения Во все народы земли Слава тебе, Божий наш! Пусть Господь, город Льва, будет прославлен именем Иисуса Христа И чтобы люди, действительно Господь Божий, осознавали, что ни в коем другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись Только Ты, Спаситель наш Иисус Христос Наше счастье, наша жизнь, наша истина, правда Спасибо тебе, Господь, за все Во имя Иисуса, аминь Аминь Слава тебе, Господь Аллилуйя Слава тебе, Господь Слава тебе, Господь